Губернаторы Дальнего Востока стали участниками Совета при полпреде президента в ДВФО Юрии Трудневе, который состоялся во Владивостоке 13 августа в Доме переговоров. На Дальний Восток на строительство социальной инфраструктуры было направлено 540 миллиардов частных инвестиций и около 100 миллиардов государственных средств. В ответ началась бизнес-активность. Реализуется 1783 инвестиционных проекта. По мнению вице-премьера, это только середина пути. За следующие пять лет цифру планируется удвоить. Сегодня же на повестке исполнение задачи, поставленной лично президентом страны Дальневосточным краям, войти в 30-ку национального инвестиционного рейтинга. По итогам 2018 года Приморский край улучшил свои позиции на 21 пункт, переместившись в рейтинге 76-го на 55-е место, но в желанную 30-ку Приморье пока не вошло. Президент Российской Федерации Вадим Владимирович Путин в 2017 году поручил регионам Дальнего Востока войти в топ-30 национального инвестиционного рейтинга. Задача достаточно сложная, потому что это конкурентное пространство, все регионы стараются улучшить свои позиции на национальном рейтинге. Но тем не менее, задачу необходимо выполнять. Прежде всего, это работа губернаторов. На сегодняшний день поручение президента выполнено двумя субъектами Российской Федерации. Это Республика Саха-Якутия, 22-е место, и Камчатский край, 28-е место. Спасибо губернаторам. Также высокую динамику показал Приморский край, он улучшил показатели на 21 позицию. Олег Николаевич тоже спасибо за работу. В целом, по итогам работы 9 из 11 регионов округа показатели улучшили. Также темой обсуждения на совете стала градостроительная политика. Юрий Трутнев подчеркнул, что задача губернаторов – добиваться удобства и красоты в городах. Все территории округа с точки зрения природных достопримечательностей обладают замечательными факторами. А городская среда, при первом же взгляде, отталкивает. Она разрушена и неопрятна. Сегодня очень небольшое количество даже столичных городов на Дальнем Востоке, скажем, точно становится красивее. Я бы, к числу них, это только моя оценка, сразу признаюсь, но я бы отнес Якутск. Якутск становится красивее. И я бы сказал, что некоторые улучшения видны в Южно-Сахалинске. Почище стало ЧИК. И где-то примерно закончил список. В большинстве территории на Дальнем Востоке нет главных архитекторов, нет градостроительных советов. То есть решение принимается по принципу «давайте дом построим как пользу», «почему именно здесь», «как он смотрится с другими уже построенными домами», «как он вписан в ландшафт». Никто не очень сильно об этом думает. Поэтому, мне кажется, это надо делать как новый слой государственной политики. Просто мы этим очень мало занимались. Юрию Трутневу задали вопрос, оправдывает ли Владивосток вложенные в него миллиарды и выглядит ли он как столица Дальнего Востока. Если вы говорите о средствах, которые мы выделили в рамках поддержки, скажем так, столицы Дальнего Восточного федерального округа, то мне сейчас положили такую большую пачку фотографий, как ремонтируются дороги, тротуары. Надеюсь, что это правда происходит. Но этот процесс начался, деньги еще только начали осваиваться. Я обязательно проверю результат. Мы вот с Олегом Николаевичем, мы здесь неподалеку, обязательно сядем в машину, поездим по улицам, посмотрим, что люди сделают. И, конечно, самым значимым вопросом Совета при полпреде стала подготовка к пятому Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В нынешнем году в Восточном экономическом форуме будут участвовать представители 60 стран. Президентский состав участников станет еще значимей. Главы государств активно откликаются на приглашение Владимира Путина. На нынешнем ВЭФ будут подведены итоги пятилетней работы площадки. Кстати, региональные темы в повестке также будут. Губернатор Олег Кожемяк рассказал, чем в этот раз заявит себя Приморье. Ну, во-первых, это обновленный павильон, который мы готовим, интерактивный, очень интересный, с элементами, скажем так, созерцания на втором этаже, кафе, там будет, можно где-то будет побеседовать. И мы, конечно, представляем концепцию уже развития острова Русский, мы ее готовим, поэтому жители и гости, и все участники форума могут посмотреть, внести еще свои корректировки, там тоже будет дана такая возможность. Мы сформировали концепцию развития Русского острова на основании тех решений, которые были по Дому РФ, по Минвостоку развитию, по расширению, на вторую очередь строительства нашего университета. И сделали такой план «Быстро Победа». Что можно сделать, чтобы народ увидел изменения уже в 2020 году? Это, конечно, дорожки велосипедные, это возможности свободного отдыха, возможности взять на прокат технику, это беговые дорожки, то, что сегодня привлекает массу жителей, стоянки, Владивостокская крепость, возможность доступа к ней людям со всеми и с ограниченными возможностями, без. А далее, значит, это уже проект рассчитан на несколько лет. Важной составляющей проекта развития Русского и Центра города будет строительство моста на остров Елена и введение в эксплуатацию сквозной дороги через Центр Владивостока и Гершельт. Первые изменения, по словам губернатора, люди увидят уже в 2020 году. По словам Кожемяка, сегодня важно найти баланс между интересами инвесторов и жителей. Да, большие стройки будут, и важно, чтобы новые объекты не препятствовали движению, не занимали скверы, общественные пространства и спортивные площадки. А бизнес при этом чувствовал поддержку по подключению к сетям и оформлению документов. Это совместная работа властей и контрольно-надзорных органов. Только так Владивосток, столица Дальнего Востока, сможет подтвердить в глазах дальневосточников и туристов свой статус лучшего города Дальнего Востока. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.